Причем уже подготовленный. Но сначала обратите внимание, есть команда для взвешивания. Поскольку мы работаем с базой ESS, ее нужно взвесить. Причем я говорил при подготовке базы, например, в дискрим-анализе. Это команда для создания как раз единой перемены про страну. И очень важная команда, которая предшествует к Custom Table, которая заставит машину выводить только values, то есть коды, без расшифровок. Это очень важно, поскольку Custom Table при таком большом количестве переменных, а каждая из них имеет как минимум два значения, а некоторые 11 значений, и сочетания все образуют достаточно громоздкую конструкцию. Так вот, чтобы эта конструкция не была излишне громоздкой, мы как раз используем set TNumbers, чтобы вводились только коды. Также мы ставим здесь NUN, обязательно NUN. И здесь мы ставим EXCLUDE. Исходно здесь INCLUDE. Вот эти три места очень важно дополнить в синтаксе. Запускаем и получаем вот такую таблицу. Она имеет более чем 1000 строк. Вот страна и остальные переменные. Вот их список. Именно в таком порядке справа налево я заводил их в Custom Table. Это очень важно. Порядок очень важен. Вот интересующая нас переменная, которая в будущем будет важна для файла с профилями. Это count. То есть сколько респондентов имеет соответствующий профиль. Дальше я переношу из дата файла все данные целиком. Все данные переношу в Excel. Вот они. Включая country. Дальше я выделяю весь массив. Исходно он бы гораздо длиннее. Я его уже укоротил. Данные. Удалить дубликаты. Поскольку я уже это сделал, дубликаты удалены. И очень важно проверить, что наш этот массив совпадает по длине с Custom Table. Если не совпадает, значит что-то сделаем неправильно. Еще раз запускаем в Custom Table. Но чтобы получить уже справа не count, а новый counter, для каждого значение зависимы переменной. Еще раз заходим в Custom Table. Повторяем все ту же самую процедуру.